всем привет меня зовут федор васильев и мы продолжаем с вами изучать систему джекаса урок номер 24 в этом уроке давайте посмотрим и установим модуль корзины какой же интернет магазин без корзины пришло время поставить данный модуль а в демо примере вы можете наблюдать эту корзину в шапке сайта в меню то есть при наведении на иконку корзины здесь мы видим добавлены товары конечно если вы туда еще ничего не добавили здесь их не будет и две кнопки до корзина и заказать если кликнем на корзину нас перебросит в удобную корзину где мы можем видеть все наши товары сумму общую сумму и кнопки продолжить покупки то есть остаться в магазине продолжать совершать покупки или оформить заказ значит оформить вот эти два заказа который я добавил и есть поле куда можно ввести купон об этом мы поговорим следующих уроках также прямо здесь мы можем удалить товар кликнув по крестику таким образом если по каким-то причинам мы передумали его покупать также в это поле мы можем например внести 2 то есть здесь сразу сумма прибавляется значит я хочу купить например два одинаковых свитера можно вернуть назад страница обновляется и сумма опять меняется давайте установим такой модуль переходим в админку нашего сайта переходим компоненты джекаса переходим инструменты расширения давайте найдем данный модуль здесь в списке находим его здесь модуль джекаса карт на корзины покупателя нажимаем установить установка модуль успешно завершена давайте перейдем расширение модули вот данный модуль заходим внутрь сразу его опубликуем можете как-то переименовать я заголовок скрою давайте посмотрим настройки макет блока корзины здесь я выбираю вот этот вариант то есть я хочу чтобы он выглядел абсолютно так же как в быстром старте а вы же можете поиграться по сохраняться каждый вариант здесь посмотреть в отдельности как это будет выглядеть возможно у вас здесь интересует что-то другое текст пустой корзины здесь можете что-то написать то есть что это может значить если мы уберем все товары из корзины и наведем мышную иконку корзины здесь будет текст вот этот текст мы прописываем здесь пустая корзина также можно добавить изображение для пустой корзины и для полной корзины тоже можно добавить изображение дальше привязка я выбираю на всех страницах далее давайте вернемся на вкладку модуль мы забыли выбрать позицию для модуля смотрим позицию позиция так и называется видите корзина нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся видим здесь добавил иконка корзины и меня уж тут добавлен целую кучу товаров так что они даже у меня здесь не влазит не влазит кнопки а так я нажимаю корзина и нам нужно еще вывести пункт меню корзины потому что опять у нас происходит ситуация все блоки наверху корзину нас оказывается ниже да в новой версии компоненты здесь видел мы не просто вписываем например два товара здесь удобно сделали плюсик и минусик так давайте немножко удалю поменьше сделаю например два товара вот принципе нас все готово два товара по 4000 и того 8 продолжить покупки значит мы остаемся в магазине оформить заказ нас перебрашивает на форму заказа которым мы с вами уже создали в быстром старте у нас здесь есть мой аккаунт вкладка вы также ее можете создать его здесь выведено отдельное меню где у нас есть вот корзина вы можете сделать то же самое я думаю это уже сделать и без меня в дыма это отдельное меню она называется юзер меню и здесь вот они личный кабинет вход в систему здесь и корзина тоже есть я не вижу смысла вам показать как это делается я думаю вы это сделать без меня я лишь выведу ее прямо сюда вверх и скрою этот пункт потому что я сейчас просто тестирую показываю вам здесь я нажимаю закрыть переходим меню это у меня топ меню то есть у меня юзер меню я даже не создавал нажимаю создать просто покажу где он находится 2 например корзина тип пункта меню выбрать джейкасса в самом верху корзина покупателя выбираем я скрою наверное пункт сохранить обновляемся навожу мыши на корзина перехожу в корзину а теперь наша корзина выглядит на отдельной странице что я и хотел вам показать остальное все делается уже аналогично я думаю вы справитесь без меня на этом данный урок я заканчивал надеюсь для вас он был полезен и интересен если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подписка на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на адобе мюз или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь